В России стартовал год литературы. План мероприятий охватывает всю страну и даже выходит за ее пределы. А сегодня в Театре оперы и балета Чебоксар Стеллс торжественное открытие года литературы в Чувашии. Год литературы на старте. Повышение интереса к чтению и как следствие общего культурного уровня россиян, решение проблем издательской сферы. Именно эти задачи станут в наступившем году ключевыми. Качественная литература сегодня востребована как никогда в любых формах и видах. Год литературы дает нам возможность задуматься о том, как вернуть интерес к чтению. Не последнюю роль может сыграть и обновление школьной программы по литературе. Со своей стороны писатели готовы работать с полной выкладкой. К сожалению, детки меньше читают, они больше смотрят и сидят в айпедах, в телефонах. Но хочу сказать, что в принципе тот же автор может это сделать, заинтересовать. Конечно, нам сейчас современным авторам непросто. Нам приходится еще быть и актерами, и режиссерами. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения великого классика чувашской поэзии Константина Иванова. И в нашей республике год литературы пройдет под знаком творческого наследия классика. И этот год назван именем Константина Иванова, и это, считаю, он заслужил, потому что это наш первый поэт, классик, признанным всем миром. Это Константин Иванов, этим все сказано. На Республике это еще тысячи лет будет существовать и нас переживет. Уже сейчас в рамках года литературы озвучено более ста мероприятий, на которые правительство Российской Федерации выделяет 300 миллионов рублей. Одним из центральных событий года литературы может стать книжная ярмарка на Красной площади, на которой будут представлены регионы Российской Федерации. Кстати, официальный логотип года литературы выполнен в цветах российского флага. На нем изображены профили великих русских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны Ахматовой. Мы говорим много о физической культуре, о спорте. Конечно, это надо, следить за собой, быть здоровым, энергичным. Но, насколько я знаю, все те аксакалы, которые прожили, тот, кто имеет веру, духовная сила, она всегда была выше, соответственно, физической. Когда больше положительных эмоций, больше духовно-нравственной силы, конечно, больше созидания, и эта созидательная сила направлена на повышение качества жизни в целом каждого человека, каждой семьи и в целом нашего общества. Я абсолютно уверен в том, что каждый житель Чувашской Республики вложит свои силы и энергию для того, чтобы всем нам было интересно. Михаил Игнатьев вручил государственные награды за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетнюю добросовестную работу и за вклад в духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Молодые учителя и библиотекари Республики получили свидетельство о назначении специальной стипендии за особую творческую устремленность. Открытие Года литературы стало первым в череде ярких событий, и литераторы вовсю строчат планы и желают друг другу новых творческих успехов. Я была очень рада увидеть своих давних знакомых, я была очень рада услышать со сцены вашего талантливого поэта Юрия Семендера и других. Я благодарна за приглашение, я благодарна за этот праздник. Я хочу поздравить чувашский народ, творческую интеллигенцию Республики Чувашия с замечательным праздником, с открытием мероприятий, посвященных Году литературы. Всем огромных успехов в творчестве!